Продолжение следует... Мы дистрибуторы документального кино. Находимся в Берлине, но работаем со всем миром. Пожалуйста, Василиса Ористова. Василиса Ористова, директор сети «Московское кино». Вера Абалонкина, 24ДОК. Григорий Либергал, соответственно, «Московский кинофестиваль документальный». Программа «Программа культуры». Смотрим, обсуждаем. Ну, еще и новые медиа, как дистрибутор. Макар Кожихов, компания «Топфильм Дистрибьюшн». Это дистрибуция кино на всех платформах на территории СНГ, Балтии и Восточной Европы. Ира Шаталова. Вообще я оператор документального кино, но здесь представляю проект «Докер». Это проект показов в разных городах России документального кино. Да, и вот я вижу буквально, что в зал входит Софья Гудкова, представитель Центра документального кино. Да. И как раз микрофон передается прям сразу ей. Это как во время застолья штрафная. Здравствуйте, меня зовут Софья Гудкова. Извините, что я опоздала. Тема, на которой мы сегодня будем разговаривать, это прокат документального кино в России. Вообще он есть или его нет? Какая ситуация по больнице в среднем? Поэтому я попрошу в режиме очень сжатого, короткого анализа ситуации, а самое главное, определение ее, скажем так, проблемных точек, ключевых, высказаться каждого из участников стола по этому вопросу. Что сейчас происходит в России с документальным прокатом? По возможности в формате полутора-двух минут. И есть ли он вообще? Мы работаем с Берлина, конечно, с Россией много. Насчет проката я не уверена. Есть какие-то альтернативные площадки, Центр документального кино, например, первый раз сейчас будем с ними работать. Я могу сказать более, наверное, про телевидение. То, что Вера Балункина, команда, делала прекрасную работу на 24-док. Уже два года с ними работаем. Огромное количество фильмов им отдали из каталога. В принципе, я могу сравнивать ситуацию, какая была в 2010-м, какая сейчас, в 2013-м году ситуация поменялась кардинально. То есть в 2010-м не было вообще ни одного покупателя из России. Сейчас мы периодически с кем-то общаемся. Канал еще есть, Russia Today тоже с ними довольно часто им что-то передаем. То есть я смотрю, что какие-то ростки позитивные есть. Конечно, нет индустрии, так скажем, как ее понимают именно на Западе, но есть энтузиасты, люди, которые пытаются это все что-то сделать здесь. Поэтому это, естественно, из Берлина тоже поддерживаем. Можно вопрос, Диан, сразу? Вы говорите о том, что нет такой индустрии именно creative documentary. То есть это то, что мы говорим о креативной документалистике. Ну, естественно, если говорить о прокате в кинотеатрах, я имею в виду, наверное, креативный документальный фильм как жанр, который Никита Прав в России практически неизвестен. То есть люди просто не знают, что существует такое фестивальное документальное тереавторское кино. Поменять эту ситуацию сложно. Я думаю, что это не вопрос двух-трех лет. Это нужно, чтобы наработки вот эти все как-то пустили корни, чтобы это все было не только в России, не только в Москве, но и ушло куда-то дальше в провинцию, не только в города-миллионники, но также в мелкие города. Да, то есть, наверное, надо начинать с этого, просто промовировать именно такое креативное документальное кино и создавать зрителя. Мы как раз занимаемся прокатом, потому что мы сеть кинотеатров, и мы работаем, помимо того, что мы делаем, конечно, много мероприятий, организуем много киноклубов, но мы работаем прежде всего в режиме кинопроката. И я не знаю, можно ли сказать, есть прокат документального кино, нет проката документального кино. Формально он есть. Реально, конечно, те цифры, которые мы получаем, ставя документальное кино, они настолько печальны, что это нельзя назвать настоящим прокатом, уж, конечно, это нельзя назвать никакой конкуренции по-настоящему фильмам прокатным, которые выпускаются с рекламными бюджетами, игровым фильмом, даже и анимационным, в общем-то, многим. С другой стороны, ситуация стала намного лучше, потому что мы много лет пытаемся развивать уже документальное кино, и когда мы начинали, делали клуб в кинотеатре художественный, Джейма Фирсова с Грещенковой, то, в общем-то, было не так много документального кино, его было действительно практически негде посмотреть. А сейчас много появилось альтернативных площадок, и много фильмов все-таки выпускается в прокат. Раньше их в прокат-то выпускалось, в прокат удостоверения не так многие фильмы имели. Но, с другой стороны, назвать успешными можно за год, наверное, 2-3 фильма. Причем это успешные мы сравниваем с другими документальными фильмами, потому что ни один из этих фильмов мы не можем сравнить с игровым фильмом. Более-менее Самсара, который тоже не все говорят, кто причисляет документальному кино, кто не причисляет, но вот это более-менее сопоставимые цифры. И я просто специально взяла «Допина» «Таня страсти 3D». Вот два таких блокбастера. Остальные фильмы — это, конечно, с точки зрения проката, и для кинотеатра это очень грустно. И если говорить про болевые точки, понимаете, мы все уже знаем, что поставить фильм в прокат и ждать, что просто люди на него придут, бессмысленно. И, конечно, кинотеатр сам, он не может рекламировать каждый фильм. Мы не имеем таких возможностей, ни финансовых, ни человеческих ресурсов. Поэтому там, где нет поддержки информационной со стороны прокатчика, там люди и не приходят. То есть задача кинотеатра — это, в общем-то, не раскрутка фильма. Когда мы занимаемся какими-то конкретными проектами, мы, конечно, помогаем, мы стараемся, но кинотеатр не может продвигать продукт, он продвигает площадку. Поэтому, наверное, если у нас, как у старственной сети, такие задачи есть, и где-то даже мы можем пойти на убытки и показывать заведомо некоммерческое кино, то коммерческие кинотеатры этого делать просто не будут, поэтому про прокат говорить и сложно. Хорошо, спасибо. Вера? Ну, я, в принципе, имею минимальный опыт. Вот мы, как канал, в этом году решили поддержать фильм Екатерины и Еременко и запустили его в прокат в кинотеатральный. Собственно, прокатывали его, прокатали его пока на сегодняшний день в семи городах. И сейчас сделали перерыв, и дальше продолжение будет с осени, с сентября, еще 25 городов. Пока это, конечно, безусловно, очень сложный проект, прокат, но, тем не менее, он, например, такие города, естественно, как Москва, Новосибирск, Петербург, ну, как бы большие университетские города, там дальше у нас в списке, там, Омск, Томск и так далее. Вот мы с нашим фильмом, да, мы как бы о математике, плюс для активной аудитории, это те, кто ходят в кинотеатр, это студенты. Мы рассчитываем, что там в других вот университетских сильных городах это тоже соберет. В Москве очень хорошие сборы. Мы по цифрам поговорим потом поболее подробно, потому что это самое интересное. Ну, вообще, вот я говорю всем, кто занимается кинотеатральной дистрибьюцией, что вот у нас как бы какая история. Мы, если мы покупаем права на фильм, то я готова сотрудничать с компаниями, с дистрибьюторами, с компаниями, у которых мы покупаем права, что если фильм выходит в прокат, то мы заинтересованы только поддержать. Мы готовы поддерживать каналом и давать ролики. Но, к сожалению, мы не можем давать ролики на все документальное кино, потому что это, в принципе, денег стоит, да, продвижение на канале, на канале, соцсети и так далее. То есть все доступные нам средства. Но если у нас есть права на фильм, и, безусловно, мы понимаем, что есть окно для кинопроката, то мы с радостью поддержим любой фильм, у которого есть вот такая судьба. Это, собственно говоря, та самая схема, которая работает на наших больших каналах в виде первого и второго, которые всю свою пиар-машину подключают к продвижению конкретного проекта и в новостях, и в других всех меди-ресурсах. Дело в том, что эти два канала, прежде всего, поддерживают свою продукцию, да, а у нас своей продукции практически нет. Вот только первый фильм, в котором мы участвовали сейчас выходит. А остальное, то есть все, что мы покупаем и то, во что мы верим, мы, безусловно, готовы поддерживать. Поэтому будем работать с дистрибьюторами. Хорошо, спасибо. Спасибо. Четвертый круглый стол на эту тему о кинопрокате документального кино в России за полгода, в котором я участвую. И мне кажется, ситуация все-таки не настолько меняется. Она, по-моему, достаточно очевидна. Эволюция есть, но эта эволюция медленная. Мы имеем то, что мы только и можем иметь. И давайте перевернем-ка пирамидку, и будем говорить не о кинотеатрах, а будем говорить о кинофильмах, о том, какие кинофильмы, в принципе, могут быть показаны в кинотеатрах. Проблема, с моей точки зрения, только в этом. Были бы фильмы, были бы кинотеатры. То есть вы хотите сказать, что первичен все-таки продукт? Однозначно. Тут уже спорить не о чем. Первичен профессионализм создателей продукта. Первична возможность нашего документального сообщества создать те фильмы, ради которых наш любимый зритель встанет с дивана или выйдет из еще откуда-то, выйдет с спортивной площадки и пойдет в кинотеатр. Более того, если мы сейчас не будем говорить о телевидении, о кабельном, об эфирном, если мы не будем говорить о клубном прокате, да, у нас другого-то почти нет, то у нас останется коммерческий кинопрокат, то есть такой кинопрокат, каким он, собственно, и должен быть. Кинотеатры существуют для того, чтобы продавать билеты. Продавать билеты за деньги. За что готов массово, да, потому что если вы будете собирать по 0,5 человека на сеанс, то кинотеатр вряд ли долго будет держать. Неважно документальный, игровой, неважно российский, американский или корейский фильм, кинотеатру нужна заполняемость. Кинотеатр должен платить за свет, за воду и зарплаты. И вот тут-то и выясняется, что показывать-то реально, извините, нечего. Ситуация, безусловно, меняется, но, тем не менее, корень ко всему – это способность сделать отечественный, качественный, кассовый, по-хорошему я не говорю о кассовости как о жанре, кинофильм. Потому что на документальное кино люди приходят только в нескольких случаях. У меня самый старый, я думаю, в городе киноклуб с документальным кино ему в этом году исполняется 14 лет. И я хорошо знаю, что люди приходят только если фильм им интересен по теме, фильм им интересен именем своего создателя, и они уже этого создателя знают, или же им просто хочется пообщаться друг с другом, опять вокруг темы какого-то кинофильма. Завлечь отечественного зрителя в отечественный кинотеатр отечественным фильмом именем отечественного режиссера, я думаю, чрезвычайно тяжело, потому что в массе своей российский народ знает имена, продвинутый российский народ, кинозритель, артхаузный кинозритель, знает три имени Мирошниченко, Манский, Косаковский. Ещё знают имена двух операторов, Костомарова и, соответственно, Алишера, Хамед Хаджаева, и на подходе Расторгуев, так сказать, по раскрученности. Больше имён нет, которые способны привлечь зрителей в кинотеатры без дополнительной раскрутки. Тематически, да, все картины, которые были до сих пор относительно или абсолютно успешны в нашем прокате, это картины либо для семейного проката, импорт птицы, императорский марш и так далее, либо это картины, сделанные вокруг полемической, спорной, сенсационной темы. И, ну, та же самая эзотерика Ричи в Самсаре, там, фрика, да? И тот же Ходорковский. Например, та картина, которую ты печенговал сегодня, «Потерянные дети», с моей точки зрения, имеет абсолютно все шансы выйти в кинопрокат, ну, при прочих, как говорится, условиях, при которых она сможет выйти в кинопрокат. Она, безусловно, способна собрать зрителей, люди действительно придут. Но вот за рамками этого нет практически ничего. Вот люди, которые имеют большой опыт работы в киносети, а я сам проработал в кинотеатре, как вы знаете, 25 лет, да? Понятно, что для того, чтобы рискнуть на не клубный показ, а на все-таки нормальный показ кинофильма, нужна загруженность, репертуарное зало. То есть нужно, чтобы ты работал не с одним хорошим фильмом, не с тремя хорошими фильмами, а нужно, чтобы тебе в год была гарантия от 26, а по-хорошему 52 фильмов, которые способны привлечь зрителя. Вот первопричина всего. Можно, прежде чем мы вас отпустим, задать вам короткий вопрос? Можно. Значит, если я правильно понимаю, и, в общем-то, люди, находящиеся в этом зале, представляющие международное наше сообщество, не дадут мне соврать, что в мире, в Европе, в Соединенных Штатах Америки есть достаточно большое количество реальных работающих инструментов финансирования независимого авторского документального кино. Согласен. В России такие инструменты пока что не налажены совсем. Значит, в чем мой вопрос? Вот как вы считаете, в чем основная проблема возникновения тех самых качественных фильмов, продукта, который будет собирать такие эти залы? Это проблема отсутствия механизмов финансирования и творческой конкуренции? Или это в чем проблема? Опять, проблема комплексная, поскольку киноиндустрия, кинотелевизионная, а ныне уже и интернет-индустрия, в которой мы существуем, это гигантская совершенно мозаика, состоящая из огромного количества этих кубиков, квадратиков, звездочек и так далее. И пока не работает несколько из них, картинка в целом не может сложиться. Питчинг, например, как один из инструментов финансирования документального кино, здесь еще есть несколько человек, которые присутствовали на самом первом питчинге и в семинаре по поводу питчинга в России, который мы провели в каком? В 1999 году, если мне не изменяет память. Все прошло замечательно. Были абсолютно топовые специалисты в мире, неделю они занимались с ведущими нашими режиссерами и только появлявшимися тогда продюсерами. Потом они защищали свои проекты, опять в образцовом совершенно виде и качестве. Более того, вам скажу, что парадоксальным образом из 44 представленных тогда в 1999 году в интерньюсе и Союзе кинематографистов проекте, 41 так и был поставлен. Это вообще уж какое-то чудо, да? А вот сам питчин как инструмент не прижился. Время было не то, индустрия не доросла. Сейчас мы видим, что индустрия постепенно дорастает. У отечественного продюсера, у отечественного автора, поскольку у нас большинство продюсеров являются еще и режиссерами, Влад Киткович пока, к сожалению, такая жарптица, который работает с другими режиссерами, а у нас в основном режиссер сам является продюсером. Вот так вот для этого автора-продюсера вроде бы открыты все инструменты для того, чтобы пытаться профинансировать свой фильм там, где эта индустрия работает. Ну, то есть не у нас. То есть и у нас, но в основном не у нас. Но и у нас уже тоже. Потому что за последние три года ситуация с, ну, скажем, спичингами и с возможностью получить коммерческие и квазикоммерческие деньги здесь, она тоже с мертвой точки все-таки сдвигается. Как вы считаете, каковы шансы, если мы вот берем на борт мнение Веры по поводу того, что без медийного ресурса канала очень сложно пробить дорогу к серьезному кинотеатральному прокату? Я имела в виду, я считаю, что маркетинг – это важнейший инструмент, что любой фильм, даже очень плохой, если его правильно упаковать и правильно продать, то он все равно соберет больше, чем он бы собрал. И поэтому упаковка крайне важна. То есть я просто говорю, что я предлагаю канал хорошим документальным фильмам, как еще один инструмент, потому что я заинтересована в развитии документальной индустрии здесь, и аудитории. Именно поэтому это некая наша благотворительная в какой-то степени. С одной стороны, благотворительная какая-то деятельность, а с другой стороны, нам тоже важно, потому что это все в будущем, и нам вернется деньгами. Но это не только канал, это все остальные ресурсы. На самом деле, вопрос хотел какой задать? Все равно мы понимаем, что мир креативной документалистики и телевизионные каналы – это достаточно пересеченная местность. И на самом деле основной источник коммерческой реализации, помимо кинотеатрального проката, это на самом деле продажа прав на каналы. Соответственно, каналы хотят входить в продукт на этапе его замысла, хотят влиять на его содержание и так далее. Как вам кажется, Григорий, насколько реально в России подтянуть телевизионные каналы к финансированию проектов? Никит, на самом деле перепробовано было вот за те 20 лет, что мы этим занимаемся, перепробовано было все на свете. То есть гильдия неигрового кино и телевидения, вице-президентом которой ты являешься, в свое время очень гордилась проектом, когда мы провели с первым каналом, совместный с Министерством культуры, которое тогда называлось Госкино, финансирование целой линейки документальных фильмов. Провели гигантский конкурс, на который пришло около сотни заявок, сделали шесть картин, поставили их в поздний прайм-тайм первого канала. Одна из них прошла очень хорошо, остальные пять провалились. С треском канал больше как-то на несколько лет потерял жажду работать с этим. Поэтому я хочу сказать, что все же на самом деле решают не только механизмы и не только приемы, решают люди при тех же механизмах. Извини, пожалуйста. Был кабельный канал на протяжении четырех, то ли пяти лет. Абсолютно никакой. На котором абсолютно без всякой системы. Просто до кучи валились какие-то старые советские документалки от новостей дня до Центра научных. Ну ладно, хорошо, еще Лен научфильмовских, значит, каких-то там рейтинг 0,0. Потом поменялся творческий коллектив на этом канале. Пришло три человека, которые, а, любят документальное кино, б, являются профессионально пригодными. Вот так возник канал. 24 док, он уже отпочковался, уже из 24 техно. Я думаю, при хорошем раскладе на этом не остановится. А плюс еще этот канал уже полез, слава богу, в продукцию, то есть начинает себя вести как нормальный, грамотный, ответственный телевизионный вещатель. То же самое могу сказать там про Василису и так далее. То вот она пришла, возник киноклуб первый в художественном, потом в «Звезде», потом то, сё, пятое, десятое. Сейчас все, что у тебя есть, ты же работаешь практически на киноклубах. У тебя их штук 10. Да. Вот и все. То есть если нет возможности создать прямой прокат, то хотя бы создается альтернативный прокат. Все решают люди, способность людей понимать то, что нужно, и то, что возможно сейчас. Только и все. Хорошо, можно ответить. Для того, чтобы видеть фильмы своих коллег, существует, кстати, у нас в Союзе кинографистов прекрасное зауведение, которое называлось «Документальная среда», пока она выходила по средам, «Документальный четверг», когда она выходила по четвергам, и где действительно собиралось энное количество наших с вами коллег, и смотрели и старые картины какие-то, это уже была ностальгия, и смотрели какие-то новые картины. Это продолжалось на протяжении 7-8-9 лет. Сейчас это как-то сошло на нет, хотя какие-то из этих встреч они продолжают существовать. Телевидение, к сожалению, не может быть, телевидение, так же, как и кинотеатр, это все-таки коммерческое предприятие. Для того, чтобы существовать, телевидению нужно, эфирному телевидению нужен рейтинг, кабельному телевидению нужно число подписчиков. Только и все. Спасибо. Я скажу, что у нас... Я не стал подписчиком этого коллега. Да бога ради. Мы, конечно, рассчитываем, что когда-нибудь вы им станете, потому что у нас 25% составляет российское кино, и ровно фильмы ваших коллег, возможно, и ваши, если вы документалист, есть на канале. 25%. Просто остальные 75% мы должны разбавить и сделать кино документальное, более популярным и доступным, более широкой аудитории, а не только аудитории документалистов. Вот на прошлом московском кинофестивале вы представляли фильм Джордж Харрисон «Моя жизнь в материальном мире». Да. И в дальнейшем вот его прокат, прокат этого фильма в Москве, возможно, был неплох, но прокат по стране не состоялся. И вот как на ваш взгляд московский кинофестиваль, насколько он может способствовать вот такому прокату по стране документального кинофестивала. Смотрите, московский кинофестиваль способствует развитию документального кино и документальной индустрии в этой стране самим фактом своего успеха. Я имею в виду конкретную документальную программу. Потому что приезжают люди, как в прежние времена, знаете, то есть берут отпуск, приезжают из самых разных городов. Я все время встречаю, сейчас ко мне подходят люди, кто-то там из Нижнего Новгорода, кто-то там из Ставрополя приехал, некий кинематографист. Да? Вот смотрят, потом у себя рассказывают. Так, как, собственно говоря, и было всегда на любом хорошем кинофестивале. Московский кинофестиваль прокатом в своем нынешнем виде заниматься не может. Не наше, это, как говорится, дело. Харрисон хорошо прошел в Москве, Харрисон хорошо прошел в Питере, Харрисон очень хорошо прошел в Новосибирске, Харрисон хорошо прошел в Екатеринбурге. В остальном не очень. Но те картины, которые у нас попадают в нормальный коммерческий прокат, это вот те картины, о которых я как раз и говорил. Это картины тематические. То есть, кого покупают? Покупают Скорсезе, имя знаменитое, который снял фильм о Роллинг Стоунс, имя знаменитое. Аудитория у Роллинг Стоунс гигантская. Можно выпустить? Можно выпустить. Но попробуйте выпустить Харрисон, который менее популярен. Да? Уже не то. Он не маркетинговый инструмент. Он маркетинговый инструмент, безусловно. Но он не прокатная организация. И не задача кинофестиваля заниматься театральным прокатом кинофильмов. Для этого индустрия предполагает, что каждый делает свое дело. Просто вот эти вот зубчатые колесики, прокатчик, покатщик, закупщик и так далее, они должны быть подогнаны друг к другу и работать гладко, складно. Тогда все хорошо, и тогда зритель приходит. При условии, как правильно сказала Вера, что зритель знает, что есть такое кино у него в городе в такое-то время, в таком-то зале, которое просто нельзя не посмотреть, которое нужно посмотреть. Вот и все. Спасибо. Я думаю, что это отличный московский фестиваль, отличная стартовая площадка. Вот сейчас Вуди Аллен, который, правильно я понимаю, сейчас на фестивале, стартует, а через неделю начинается его прокат. И это уже очень большое подспорье для прокатчиков, потому что очень много будет написано об этом фильме благодаря московскому кинофестивалю. Я на самом деле хотел бы представить Макар Кожухов, руководитель компании Top Film Distribution. Так вот, Макар, у меня вопрос. Григорий Лебергал только что говорил о том самом продукте, который лежит в основе всего. Вот с твоей точки зрения, как человека, который профессионально занимается дистрибуцией кинотеатральной, не только. Какой должен быть продукт? Продукт на нашем рынке в первую очередь должен развлекать, к сожалению. Может быть, вы меня сейчас начнете кидать ручками и блокнотами, но если продукт не развлекает, кинотеатр не продает ни билеты, кинотеатр не продает попкорн. Давайте все-таки будем откровенными. Бизнес кинотеатра не есть продажа билетов. Я думаю, что вы, в общем, со мной согласитесь, потому что маржа на продаже, ну, в общем, если говорить о мультиплексах, да, и о больших коммерческих площадках, то кинотеатр выживает исключительно за счет продажи бара, да. То есть если, потому что, ну, закупочная стоимость попкорна, 2 цента на мешок из 100 килограмм, продают они его там, да. То есть ты покупаешь билет за 600 рублей, сопутствующих товаров вы покупаете на полторы-две тысячи рублей. Если фильм не развлекает, люди не идут у нас его смотреть, к сожалению, да. Соответственно, что, возвращаясь к твоему вопросу, значит, поскольку были причастны к прокату западного документального фильма, BBC-шного, который назывался «Жизнь», в общем, расписали его на 74 экрана, что, на мой взгляд, неплохо, заработали каких-то денег. Ну, на самом деле, он у нас, мы не в минусе по нему, скажем так, да. Но этот фильм, опять же, это яркая картинка, на которой можно прийти с детьми и получить удовольствие. Значит, поэтому, отвечая на твой вопрос, продукт должен развлекать. Значит, немножечко, уходя чуть дальше, к общему вопросу, есть ли прокат. Прокат есть, но он совместим с размером и с возрастом нашего рынка. Мы еще очень далеко, и ни в коем случае, и большая ошибка сравнивать нас с западными рынками, особенно с большими рынками, такими, как Соединенные Штаты, такими, как основные европейские территории. Нашему рынку, по большому счету, без году недели, да. И мы только-только, слушайте, у нас Москва еще пленочная. Мы печатаем, ну, мы уже нет, то есть наша компания отказалась от этого, да. Но это же все расходы, да, которые, например, фильм «Жить», который мы сказали, выходил только в цифровом формате, потому что для нас это должно быть минимально рискованное что-то, да. А фильм «Жить» — это был первый опыт вашего документального проката? Как вы решились на это? Сейчас, значит, уже если ручки в меня улетели, сейчас полетят блокноты. Это был довесок к другому фильму, то есть нам сказали, хотите этот кофе, купите еще вот это. Ну, хорошо, ну, ладно, про это купить. Но после этого у нас в пакете еще две документальные картины. Один из них, как сказал Григорий, весьма известного фильма-производителя, которого зовут Джеймс Кэмерон. Вот, ну, как-то мы его осознанно купили. И еще один документальный фильм биографический, который тоже пришел к довескам. То есть целенаправленно мы, конечно, не приобретаем документальные картины, потому что это огромный риск. Потому что, во-первых, рынок, как есть переоцененный в игровом кино, также он переоцененный в документальных фильмах. То есть почему-то иностранцы считают его, умножая на семь, на шесть, больше, чем есть на самом деле. И с точки зрения бизнеса это не сильно хорошо. Но с другой стороны, послушайте, но если шесть лет назад у нас и артхаусные картины некоммерческие было негде посмотреть, посмотрите ситуацию сейчас. Есть замечательные площадки, есть там, есть Москино, есть 35 миллиметров, есть, на мой взгляд, совершенно шикарный Пионер, где есть другое кино. Теперь есть еще ЦДК. Еще из ЦДК, да, конечно. То есть это все развивается. Мы на данный момент требуем от рынка того, что он дать не может, к сожалению, пока что. То же самое, кстати, происходит в регионах. То есть я знаю и представителей кинотеатров, которые нет-нет, но какими-то аккуратными, фестивальными форматами, платформами, ну как бы они дают шанс документальному кино пройти. Но опять же, оно должно развлекать. Если кино, пока, нас, к сожалению, люди, они, почему у нас очень мало коммерчески успешных драм, а уж тем более психологических драм или социальных драм. То, что драмы социальной в жизни российского обычного потребителя в регионе, слишком много вокруг него, и платить за деньги за то, чтобы посмотреть на социальную драму, которая происходит у своего соседа, люди не хотят. Опять же, пока что не хотят. Или не захотят, к сожалению, вряд ли кто-то скажет. Но то же самое абсолютно происходит с документальными фильмами. То есть, если они... Никита, по-моему, это несерьезный. Не, несерьезный? А почему вы считаете, что несерьезный? Родной ты мой. На «вы» давайте. Зачем прервали вообще? В случае скажем. Нет, ну нет, если есть какие-то... Нет, если есть какие-то... Если есть вопросы в зале, у нас будет момент, когда вот все наши... Послушайте, ну давайте с вами будем говорить объективно. Послушайте, вот наша страна, я скажу такую вещь, за 20 лет не сумела построить то, что во всех странах есть. Это называется индустрия. И эта вещь работает по рыночным механизмам. То, что мы сегодня пытаемся найти ответы, это не застолбить право документального кино на то, чтобы быть уникальным культурным явлением. Это никто не оспаривает. Это все понимают и так. Вопрос в другом. Как этому документальному кино в современном мире выживать? Как ему попасть на телевизор, на ящик? Как ему попасть в кино? Как ему попасть в киноклуб? А для этого нужно выстраивать рыночные механизмы. И мы сейчас пытаемся ответить именно на эти вопросы. Это прекрасно. Вот Ирина Шаталова сейчас у нас тоже скажет на эту тему. Мы сейчас перейдем обязательно. Я отдам микрофон. А можно узнать, как вас зовут и чем вы занимаетесь? Почему вы так категорично? Ну, очень приятно. Ну, просто… Не-не-не-не-не, я просто в другом. Просто мы представились. Вы представьтесь, пожалуйста, чтобы мы знали об этом. У нас вы любите так выступать. Скажите, кто вы? Да, ну как-то общаться с… Ну, пожалуйста, да, представьтесь. Мы будем рады. Пожалуйста. Двадцать лет на этом рынке. Очень приятно. Прожил огромную жизнь на телевидении. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень приятно с вами познакомиться. И самое интересное, что я продавал свою картину. Она была в Советском Союзе. Это здорово. И у меня был французский продюсер. Понимаете? Да. Который меня в свое время жизнь спас. Из-за того, что я подписал с ним сепаратный контракт. Абсолютно. Это другая история. То, о чем вы говорите, понимаете, совершенно… Вы правильно умеете сказать. И Гриша сказал все очень точно. Понимаете? Проблема в той ситуации, в которой находится Россия, страна, понимаете, наша. Вот в чем… Смотрите глубже. Нашей аудитории. И благодаря тому, что происходит на телевидении, мы промыли мозги. Мы, в частности, я, который тоже снимал фильмы. Я работал, извините меня, после ВГИКа на телевидении. Я промывал эти мозги. И мои коллеги промывали мозги. Мы воспитали аудиторию, которая не способна понять, понимаете, кино, о котором вы говорите. Можно я просто отвечу, поскольку мы и с вами тоже общались и со многими другими компаниями, да. Понимаете, все это замечательно. Если мы говорим про киноклубы, давайте говорить про киноклубы. Но ко мне регулярно приходят режиссеры, продюсеры, которые просят поставить их фильм в большой зал кинотеатра художественной. Вы понимаете, что… Да, если мы говорим про прокат, давайте говорить, почему этот прокат… Я всегда говорю, очень хорошо, давайте кинотеатр «Факел», «Звезда», маленький зал кинотеатра художественной. Мы никому не отказываем, но все же хотят в большой. И приходит 10-15 человек. Один раз у нас был, потом будет интересно. Скажем, вот Соне был совмест случай, когда мы поставили в большой зал, и это был неплохой, кстати, вариант, но там была большая рекламная достаточно поддержка. Вот, но если мы говорим про клубный прокат, давайте забудем про кинопрокат. Если мы говорим про кинопрокат, давайте слушать все-таки то, что будет пользоваться успехом у зрителей. Да, а зрителям действительно нужно кино интересное. Я сегодня, вот секунду скажу, мне давали в руки бумажки, я говорю, ну смотрите, у нас же не все так плохо, что же все-таки смотрят наши зрители. На что мне мои специалисты по программированию залу говорят, ну что-что, они смотрят хорошее кино. Я говорю, давайте, вот не будем про хорошее, потому что это вещь такая очень субъективная, я сейчас обижу половину людей, которых я люблю и уважаю, потому что это не их фильмы. Они говорят, нет, ну мы имеем в виду кино, которое зрителю интересно, а интересно ему, к сожалению, действительно, то, что его развлекает. Вот поверьте мне, по цифрам это очень хорошо видно. Поэтому, ну да, давайте все-таки говорить, если мы говорим про прокат, то это, к сожалению, пока еще, пока еще. Может быть мы с помощью совместных объединенных усилий, нет, может быть все-таки мы как-то это сдвинем. Да, Ира, пожалуйста, скажи нам, что такое докер, как это работает? Вы кино показываете или вы кино прокатываете? Вы денежку за это собираете или нет? Ну, я вообще как бы на самом деле не являюсь структурой коммерческой индустрии и, в общем, нахожусь здесь немножко случайно, потому что главное, чем я занимаюсь, я пытаюсь снимать документальное кино, а докер скорее идет как такой эксперимент, режиссеров, операторов, которые однажды собрались и решили все-таки показывать фильмы своих коллег. Ни больше, ни меньше. И этот эксперимент длится два с половиной года. Мы за это не получаем деньги. Вся финансовая составляющая, которая есть на проект, это, ну, грубо говоря, аренда зала. То есть зрители платят билеты, платят деньги за билеты, которые идут исключительно кинотеатру. То есть проект, как организатор, за это ничего не берет. И, собственно, в общем, пока этому рад. Что касается документального проката, я все-таки немножко пару слов скажу. Мне кажется, что основная проблема заключается в том, что мы все немножко с разных планет. То есть одни говорят про попкорн, другие говорят про киноклубную сеть, третий про качество кино. И здесь противоречить можно бесконечно каждому, потому что, допустим, Лебергал говорит, что нету качественного российского кино. Простите, пожалуйста, у меня есть мой личный пример. Неделю назад я посетила прокат документального фильма Косаковского. Говорит, что это плохой пример российского кино, некачественный, но, наверное, как-то нелепо. Значит, это был кинотеатр 35 миллиметров. Это был будний день, 5 часов вечера. Но билет на этот фильм я купила одна. И в кинотеатре я сидела одна. То есть вот вам, пожалуйста, прокат документального кино. Я знаю, что Центр документального кино все-таки по-другому подходит к показам. И там этот фильм прошел, насколько я знаю, и он еще до сих пор идет, все-таки успешнее. Но ситуация вот здесь, проблема, на мой взгляд, в том, что есть площадка, которая занимается картинами, как прокатчик, то есть она привлекает внимание. И есть прокатчик, то есть кино без границ, который вообще не занимается своим фильмом. И о чем можно говорить? Зритель знает три имени — Манский, Косаковский, Мирошниченко, а в итоге на этот фильм приходит один профессионал и сидит один в зале за 250 рублей. Ну не шутка ли? Поэтому, не знаю, у меня нет здесь никаких рецептов. Маркетинг — это действительно очень важно. Мне кажется, что сейчас это самый главный способ подачи. Просто этим нужно заниматься. То есть вот и все. Вот я думаю, что рецепты должны быть у Софьи Гудковой, которая рискнула и сделала то, что она сделала. Мы пока еще ничего не сделали, мы только запустились. Я хотела сказать, что полгода назад мы проводили подобный круглый стол в Рея Новостях. Он назывался «Прокат документального кино в России. Утопия или реальность?». Многие сидящие за этим столом на нем присутствовали тоже. Тогда разговора не получилось ровно по той причине, что действительно у нас у каждого своя правда. И рассуждать о том, есть ли документальное кино в России, это как вообще рассуждать, есть ли в России жизнь или нет. У каждого есть свое мнение. Я могу сказать точно, что, конечно, прокат существует. Он ограниченный. Я говорю это сама как зритель, как любитель документального кино, потому что я бесконечно посещала все возможные клубы, которые существуют в Москве. Я знаю прекрасно про то, как работают эти клубы, как они продают и подают себя на рынке. И действительно, допустим, Докер, если это клуб, который так или иначе на слуху, то есть другие не менее интересные клубы, которые никак себя не продвигают. Это просто отсутствие опыта, отсутствие маркетинга. Как сказала Вера, это важно. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что, конечно, когда мы говорим о кинопрокате глобальном, документальное кино не может быть коммерчески успешным, оно не может прокатываться по России на условиях игровых картин. Ровно потому, что документальное кино – это все-таки не массовая история. Ровно поэтому телевидение, я, например, телевизионный человек, я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что люди, которые смотрят ящик, большую половину контента они смотреть не будут, если мы говорим про российское кино сегодня. Другое дело, что западное документальное кино, у них вообще нет, как мы понимаем, разницы художественной и документальной. Они давно говорят, игровой или неигровой. Есть картины, безусловно, успешные, у которых потрясающий кинопрокат и в Штатах, и в Европе, если мы говорим, допустим, о фильмах, которые снимает западная компания, американские. У них, конечно, совершенно другой бюджет. То есть если мы говорим, что у нас в России есть Косаковский, который снял «Да здравствуют антиподы», и мы так громко говорим, что зритель его знает, но это неправда, зритель его не знает. Его знает ограниченное количество людей, которые так или иначе связаны либо с документальным кино, либо они связаны с интеллектуальной работой. Давайте называть вещи своими именами. Второе, фильм Косаковского стоит полтора миллиона евро, бюджет. И больше в России нет таких фильмов. На Западе документальные фильмы, у которых сумма не меньше, а то и больше, их десятки сейчас. Потому что у них дистрибьюторы и продюсеры понимают, что это становится успешным. Мне кажется, вот наша площадка, мы нечто среднее между клубом и кинотеатром. Объясню почему. Мы, естественно, являемся кинотеатром-однозальником, поэтому к нам нельзя предъявлять такие требования, как предъявляют к многозальным кинотеатрам. Мы не зарабатываем на попкорне, потому что мы его по определению не продаем, потому что я его не люблю. Мы не ставим только российские фильмы или мы не ставим только, я не знаю, коммерчески успешные фильмы. Мы создаем линейку фильмов, и на линейку фильмов мы собираем аудиторию. Это важно. Центр документального кино открылся год назад, и пока мы строились, у нас был проект «Открытый показ», который проходил на площадке «Рея новостей». Я могу сказать, что когда мы запускали проект «Открытый показ», в принципе, все говорили точно так же мне, что я идеалистка, оптимистка, и ничего не получится, потому что собрать в Москве 350 человек каждую неделю невозможно. Все возможно. 7 тысяч человек прошли через проект «Открытый показ». У нас с сентября по апрель месяц 5 тысяч френдов в Фейсбуке. Для современного поколения люди понимают, что это довольно большие цифры для проекта, у которого нет никакой рекламы. У нас есть информационная поддержка, и у нас есть фото и видео, и просто отчеты о том, что мы делаем, и людям это становится интересно. Поэтому люди приходят. На площадке кинотеатра «Зубовский бульвар Дум-2», это территория музея Москвы, у нас небольшой зал на 90 мест. Мы работаем сейчас две недели. За две недели мы продали 1900 билетов. Естественно, что в дневное время у нас людей мало. В вечернее время фактически всегда билеты проданы. У нас онлайн-продажа, продажа через Фейсбуки, через приложения, и это работает, потому что та аудитория молодая, которая интересна документальное кино, она совершенно не хочет идти в кассы покупать билеты. У нас большое количество взрослой аудитории, которые некомфортно чувствуют себя в кинотеатрах. Не в пионерии, не в художественном, потому что там рядом с ними другая аудитория, это другая атмосфера. Это тоже важно. Дистрибьюторы, на самом деле, в России, которые так или иначе владеют документальным контентом, они, конечно же, в 95% случаях покупают его как приложение. Это факт. И на самом деле в этом нет ничего, по большому счету, страшного и позорного. Спасибо, что взяли и не выбросили. Но это не значит, что… Вы, по-моему, говорили о том, что вот был фильм, который был успешен в России, вернее так, успешный прокат в Москве. Да, в России был не очень успешный. Я вам приведу такой пример. Мы сейчас проводим всяческие соцопросы, так как мы открылись 7 июня, и у нас сразу был фестиваль Beat Film Festival на площадке, то есть было довольно большое количество людей. Люди подходили к стойке администратора. Это самый популярный вопрос, который они задавали. А вот мы слышали, есть такой документальный кино, фильм «Пина», когда он появится в России. Мы с вами понимаем, что «Пина» — это самый успешный документальный фильм, который был прокатан в России. Поэтому говорить о том, что люди знают или чего-то не знают, да ничего они не знают, потому что им про это просто ничего не рассказывают. По результатам всего того, что сейчас было сказано, у нас возникла такая, на мой взгляд, достаточно понятная палитра, которую можно сформулировать в нескольких пунктах. Первое. Документальное кино не является массовым. То есть мы говорим об очень ограниченной аудитории, некой интеллектуальной прослойке, для которой это существует. Надо расширять. Вторая вещь. По сути, на рынке существует буквально пара-тройка по Москве в виде «Пионера» 35 мм, теперь еще «ЦДК» и плюс сети «Москино». То есть вот, собственно говоря, четыре реальных места, которые занимаются активно в той или иной степени прокатом документального кино, коммерческим прокатом. Есть, наверное, еще, вот здесь Макар меня, наверное, поправит, большие сети, которые, ну, относительно большие, которые все-таки периодически ставят что-то. Нет, ну, есть объективно большие синему парк любят в фестивальном формате ставить по, ну, по стране, они пускают фильм какой-то, который идет ограниченно или так или иначе, но он идет. Это все-таки самое крупнейшее с точки зрения количество, ну, да и вообще, в принципе, без точек зрения крупнейшая сеть в России. И они, ну, они, опять же, там, где у них, они видят, что аудитория есть, они его ставят. Да, сейчас, Соня, буквально, извини, секунду, чтобы не терять мысль. Значит, мы зафиксировали малый зрительский интерес, зафиксировали количество определенных прокатных точек, которые, наверное, тоже с течением времени будут изменяться. И что еще мы можем, что еще мы можем сказать вот по текущей ситуации, да? Мы можем сказать, на самом деле, о существующей, по крайней мере, мы приглашали на этот круглый стол представителей Министерства культуры Российской Федерации, значит, есть информация, что существуют государственные определенные бюджеты на поддержку конкретных фильмов, российских национальных фильмов в прокате, да? Значит, мы, в принципе, ни как гильдия, ни, я так думаю, никто из тех, кто сидит за сегодняшним столом, вряд ли кто-то знает о механизмах этой работы. Если кто-то знает в зале, поднимите руку. Как Министерство культуры Российской Федерации поддерживает именно прокат? Прокат. Да? Расскажите нам в двух словах. Я могу сказать, что есть несколько проектов, которые, ну, они связаны с идеологией, понимаете? И это правильно. Государство должно заботиться на педискультах. Ну, я вам не могу называть. Нет, я точно знаю, я знаю, их четыре. Их четыре. Вот и все, понимаете? Ну, окей. В общем, короче говоря, это все равно, так или иначе, средства, выделяемые государственным бюджетом на поддержку конкретных проектов, документальных в прокате. Значит, возникает следующий вопрос, который самый интересный. Чего делать-то будем? Как мы будем эту всю ситуацию развивать и менять? На самом деле мы, как гильдия, хотели бы быть тем самым клеем, который склеивает интересы разных на этом рынке игроков и попытаться выработать некую общую дорожную карту развития этой всей истории. Соня. На самом деле, вот, допустим, та проблема, с которой сталкиваемся мы, Центр документального кино, она заключается вот в чем. У российских прокатчиков документальных фильмов не так много. Если мы говорим о хорошем коммерческом документальном контенте, то мы понимаем, что мы говорим о загранице. То есть это западная компания. У российских дистрибьюторов такого контента нет. Ну, потому что они его не покупают или покупают в пакете. В пакете он продается дешево, и западные компании его не продают. За последний год я объездила, ну, все возможные продюсерские, западные, французские, немецкие, британские, американские компании и просто рассказывала, что я такая сумасшедшая, я хочу делать это в России. И у нас с ними, со всеми отдельные договора. У нас вот как раз это эксклюзивная история взаимоотношений. Мы договариваемся, я не покупаю у них права на Россию эксклюзивные, я покупаю у них, вернее так, я беру у них право на прокат фильма на своей площадке с гарантированной продажей билетов определенной, фиксируя определенное количество показов. Ну, то есть, допустим, я покупаю фильм, вернее, беру фильм, правильно, чтобы назвать, беру фильм и гарантирую им, что я продам 30 залов и 50% от стоимости билетов я возвращаю западной компании. Они так больше ни с кем не работают. Но когда я долго им объясняю, как это важно, как я этого хочу и как вообще это полезно, они на самом деле верят. И, в принципе, все сломались, если честно, все с нами сейчас работают по такой схеме. Но с какой проблемой столкнулась я, вернувшись в Россию? С тем, что я не могу поставить эти фильмы, потому что у этих фильмов нет прокатного удостоверения. А я, как кинотеатр, не, по идее, я могу, конечно, получить прокатное удостоверение. Ну, во-первых, это странно, я делать этого, а, не должна, а, б, кинотеатры сразу говорят мне, ну, зачем ты как-то ломаешь прокатное удостоверение? Должны получать дистрибьюторы. И получается, что я сейчас нахожу кино, договариваюсь, договариваюсь про деньги. Дальше я нахожу, например, дистрибьютора и говорю, слушай, отличное кино. Я за хорошие деньги договорилась. Возьми, получи прокатное удостоверение и поставь меня на площадке. Поэтому в этом смысле гильзия, например, я ходила в Министерство культуры. Неплохой. Я ходила в Министерство культуры несколько раз, писала им письма. В первый раз мне ответили, что мы имеем право ставить такие фильмы без прокатного удостоверения, потому что это некий особый статус. Вторым письмом они ответили, что мы не имеем права, потому что, опять же, третий раз, когда я пришла туда уже ногами и нашла всех тех людей, которые писали мне первые письма и вторые, они мне в глаза сказали, «Ну, да, ну, наверное, вам стоит пойти в Госдуму». А когда я вышла в коридор, мне сказали, ну, года три ты продержишься, тебя не посадят. Поэтому проблема ровно, вот если мы серьезно говорим о том, что есть фильмы, если мы говорим серьезно о том, что есть интерес у площадок, то главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это проблема прокатного удостоверения, потому что на каждый в рот и на билет, каждый сидящий в зале сейчас может зайти в интернет и посмотреть, что я, например, лично нарушаю закон, потому что у меня стоит ноль-ноль-ноль-ноль, потому что фильмы, которые я прокатываю, у меня нет прокатного удостоверения. Поэтому все фильмы, все фильмы мы показываем в рамках неких фестивалей, что, естественно, усложняет нашу работу. То есть получается, что я хочу показывать кино, у меня есть зритель, который хочет приходить и голосует ногами, покупает билеты, у меня есть контент, и я договорилась с правообладателями, но государственная машина так устроена, что препонов гораздо больше. Скажи, пожалуйста, а почему ты не можешь создать ООО «Озеро» и на это ООО «Озеро» покупать, ну, в смысле, не покупать, а подавать документы на прокатное? В чем проблема? Ну, на самом деле, для того, чтобы создать ООО «Озеро», нужно взять в это ООО «Озеро» дополнительных людей, которые будут… то есть это же, конечно, все можно решить, и, безусловно, мы это решаем. Это один человек, который оформляет бумаги, нет? Нет, это так кажется, нет, конечно. Это проблема, с которой, на самом деле, маленькие площадки… то есть если, допустим, в каком-то еще городе или даже в Москве появится еще один такой же сумасшедший, который хочет решить запустить такой проект и сможет найти деньги, он столкнется с точно такой же проблемой. То есть у нас нет рынка. Когда мы говорим, есть ли у нас прокат документального кино или нет, у нас прокат есть, у нас рынка нет, у нас нет законов, по которым этот рынок должен считать по законам. Но, с другой стороны, знаете, как вот море, когда безмятежное, ты приходишь и волн нет, и ты плывешь, и потом какой-нибудь сумасшедший на мотоцикле проскочит, начинаются волны. Вот я себя ощущаю ровно таким же сумасшедшим. То есть мы все равно даем движение волне. Я думаю, что рано или поздно этот рынок сформируется. Мы такие не одни. На самом деле вы такие не одни, это точно. Та же самая проблема абсолютно. Просто мы к ней не так серьезно относимся, потому что, ну, как бы не собираем много денег за билет, у нас нет официального проката, но у нас точно так же нет прокатных удостоверений, и мы понимаем, что государство приходит и приостанавливает показ, когда нет документов, только в том случае, если показывают что-нибудь запрещенное. Ну, это известная всем, в общем-то, история в каком-то, где-нибудь, в каком-нибудь киноклубе МГУ или еще где-нибудь, чего-нибудь показывали, какой-нибудь оппозиционный фильм. И, как правило, его могли остановить только с тем предлогом, что там нет прокатного удостоверения. Ну, у нас были какие-то, конечно, политические фильмы, видимо, они были не настолько оппозиционные, поэтому нас не закрывали. Но в целом это действительно очень большая серьезная проблема, и, ну, на единичный показ ходить в госкино и получать прокатные просто нереально, мы просто не стали этим даже заморачиваться. Вот, знаете, если можно, у меня вопрос в зал, чтобы все-таки мы были... Да-да-да, Вера, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что мне кажется, что нас тут всех в зале собравшихся больше волнует не прокат западных фильмов, потому что с ним-то как раз более-менее будет все в порядке. Хорошие западные фильмы есть, и они будут постепенно собирать все больше и больше аудиторию при условии появления большего количества площадок и правильной раскрутки этого контента. Но, мне кажется, всех волнующих в зале интересует российское кино. Абсолютно. Вот это ровно про то, что... А вот как поднять эту тему. И вот, на мой взгляд, вот мы там сейчас поучаствовали в создании там первого фильма, и плюс тоже некий, как бы, опыт и тоже поездки и знакомства с западным рынком, документальным, говорит о том, что на Западе вот очень... Все самые успешные фильмы — это фильмы ни одного человека. Как вот у нас, да? Документалистика — это авторская история. Где есть один продюсер, он же автор, точнее, режиссер, он же продюсер, зачастую он же оператор и так далее, и так далее. Но, к сожалению, ну, вот мое такое ощущение, вот из того, что я почерпнула, что такая история работает хуже, да? Работает... Вот мы были все на мастер-классе совместно там известного продюсера Джона Бацака, общались еще с целым рядом крутых западных продюсеров, которые занимаются документальным кино. И, во-первых, как бы, мне кажется, что, чтобы говорить о кинотеатральном успехе, то нужно говорить о продюсерском, опять, документальном кинематографе. То есть, когда человек понимает, прежде всего он ждет, вот эта идея, не потому что она мне интересна, и вот такая прекрасная, замечательная история, которая мне интересна как автору, а это именно та идея, которая соберет... То есть, это вот этот кинотеатральный прокат, который соберет аудиторию. И дальше уже ты можешь взять себе режиссера или быть режиссером. Ну, то есть, это совершенно с другой истории начинается. Начинается именно от того, а сколько денег это соберет. И вот этот мастер-класс, он был там не столь детальным, но, в принципе, был очень показательным. Вот к вопросу о том, сколько денег это соберет, мы сейчас подойдем. Мне единственный перед этим вопрос. Вот, чтобы понимать лучше состав нашей аудитории, мы сейчас у нас в основном сидят кто? Режиссеры? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто режиссер? Режиссер. Кто режиссер и продюсер? Так, а кто просто продюсер? А есть люди, которые вот и не режиссер, и не продюсер, это, видимо, все остальные, но вот их в меньшинстве, да? Это что, вы дистрибуцией занимаетесь или чем вы занимаетесь? Дистрибьюторы, да? Вы дистрибьютор, вы тоже? Отборщик. Отборщик. Отборщик, отборщик, окей. Простите? Дистрибуция, да? Можно маленькую сказку рассказать, чтобы мы так чуть-чуть отдохнули? Маленькую, такую коротенькую. Значит, жил-был режиссер Никита Тихон-Фрау, это я. И мы вместе с моей супругой Ольгой Орлаускас, которая вот там вот сидит, решили вместе снять свой первый в жизни авторский документальный проект. Это был фильм о девочке-аутистке по имени Соня Шаталова. Мы сняли фильм, который длился 52 минуты. Так получилось. Ну, то есть мы не знали, что на самом деле на рынке принято, чтобы это было 90, поэтому мы сделали 52, так чувствовали. Когда фильм родился, мы решили сами организовать ему премьеру. То есть мы решили быть тем самым, вот как Соня, который вот разодрав, да, это самое, пойти неким путем, чтобы просто фильм зрители увидели. Значит, мы договорились с кинотеатром художественной при помощи вот и Василисы Орестовой о том, что мы вместе организуем премьеру этого фильма. Мы развернули, как два режиссера и продюсера, колоссальную деятельность. Мы создали группу в Фейсбуке, мы, значит, сделали полцами плакаты, мы завесили ими все там улицы Арбата, я не знаю, и все прочее. Вот, мы обзванивали своих друзей и знакомых, мы обвешивали институты и все прочее, прочее. Мы рассказывали об этом знакомым и так далее. Когда мы пришли на премьеру, у нас был шок, потому что весь зал кинотеатра художественного в виде 850 человек был полон, абсолютно. Люди сидели в проходах и так далее. И тогда мы себе сказали, yes, у нас получилось, здорово. Это, возможно, тот самый путь, которым можно было бы, в принципе, идти и взять и показать его другим людям, которые этим тоже занимаются или хотели бы это делать. Тут только одна маленькая деталь. Показ этот был, конечно же, некоммерческий, потому что и тема такая, на которой, в общем-то, денежку-то не особо правильно собирать, тема аутиста и так далее. Ну и вообще просто, это было культурное мероприятие. И на волне этого успеха пришли мы к Василисе Орестове и сказали, Василиса, а давайте-ка мы попробуем этот фильм прокатать. Давайте мы с вами его попробуем это сделать. Василиса предложила вместе со своими коллегами расписать это кино по трем кинотеатрам. Это был кинотеатр «Факел», кинотеатр «Звезда» и кинотеатр «Художественный». Мы заморочились, мы создали DCP-копии, мы сделали Blu-ray, мы нарезали DVD. Ну то есть все было абсолютно готово. Мы сделали, короче говоря, огромная работа. Фильм просуществовал, иду к концу, завершаю. Фильм просуществовал в прокате две недели. Две недели в «Факеле» и в «Факеле» и в «Звезде» и три недели в «Художественном». Результат проката составляет 15 тысяч рублей. Это деньги, которые проект за три недели получил. Это то, к чему мы так долго шли. И я хочу сказать, что для современной российской артовой документалистики это нам еще повезло, это нас еще показали, это мы еще вложили деньги. Мы порядка, я думаю, 300 тысяч рублей вложили просто, скажем так, все, что связано с информационной поддержкой этого всего, потому что нам было важно как людям, как режиссерам высказаться, донести свою точку зрения, познакомить с этой уникальной героиней людей. Вот вам история. Это то, как сейчас это работает вот у нас. Возможно, что понятно, что история такая очень грустная. Хочу сказать, что из этих 15 тысяч рублей, конечно, мы получили 7,5, потому что оставшиеся 7,5 остались прокатные сети Москино. Вот. Значит, почему сегодняшний стол происходит? Он ровно происходит потому, что нам надо, как людям, которые в России занимаются этой темой, разработать дорожную карту, потому что кроме нас ее не разработает никто, дорожную карту того, как это построить, как сделать так, чтобы это работало, как сделать так, чтобы это было системно. При каком взаимодействии между различными участниками рынка, телеканалами, прокатными сетями, отдельно взятыми кинотеатрами, киноклубным движениям, компаниями-дистрибьюторами, международными дистрибьюторами. Как склеить всю эту историю так, чтобы мы с вами построили внутри России индустрию? У кого какие соображения? Пожалуйста. Я немножко хотела со стороны, как бы я представляю немецкую компанию. У нас, на самом деле, все те же самые проблемы. То есть кинотеатры, прокат в кинотеатрах, я думаю, что сама структура рынка уже настолько изменилась, то есть у нас появились, например, дигитальные права, у нас появился iTunes. Почему об этом не говорят? То есть мы все считаем, что должна быть такая классическая схема кинотеатра, DVD, Pay TV, Free TV и так далее. Но все же давно уже поменялось. То есть никому не секрет, что молодые, например, уже не сидят в телевизоре, сидят в интернете. Что кинотеатры — это такое место, куда идут, чтобы насладиться ивентом, событием, пойти в кинотеатр действительно с друзьями, обсудить после этого. То есть идут туда, чтобы просто посмотреть фильм. И я совершенно согласна с коллегами, кто говорили, что кинотеатр — это, в принципе, должно быть место, где тебе показывают развлечения, где ты развлекаешься, где ты просто забываешь на два часа своей жизни, так скажем. Документальное кино, оно тоже с этим согласно. Оно все-таки нишевый продукт, нишевый контент. То есть это люди, которые действительно интересуются документалистикой. И нужно создавать вот такую систему клубов, совершенно верно тут говорят, альтернативные площадки, куда народ будет идти. Нужно просто давать информацию, что такое есть, и кому это интересно, они будут дойти смотреть фильмы. То есть я могу сказать, что это не чисто российская проблема, это во всем мире абсолютно все такая же точная тенденция. Можно вопрос? А вот эти разрозненные площадки, с вашей точки зрения, имеет смысл объединять какой-то одной структурой? Или, например, объединять их единым информационным полем? Да, абсолютно, потому что их такое огромное количество. Раньше, я знаю, несколько лет назад в Москве были, допустим, бары, в которых показывали раз в неделю какой-то фильм. То есть просто нет информации. Я, например, пытаюсь это отслеживать, но мне вот кроме громких проектов типа Докера и Центра документального кино, в принципе, сложно вообще разбираться, где что происходит. И мы говорим только о Москве. Допустим, вот, не знаю, пойти в какой-то другой город, скажем, не Петербург, а, ну вот я, допустим, из Калужской области, у нас есть город Обнилг, замечательный, где интеллектуальная молодая публика, и там нет вообще ничего. То есть народ не избалованный. Если кто-то туда придет, создаст такой же похожий проект, сделает определенную информационную поддержку, у нас, допустим, есть местный телеканал, радио и так далее, то, я думаю, должно сработать, потому что, в принципе, народ голодный до новых, до каких-то новых видов, что ли, ну, в том числе, вот фильмы, допустим, документальное кино сейчас на волне, это модно, это интересно, но никто толком не знает, что это такое и где это можно смотреть вообще. Ну, вот у нас была такая идея, мы даже обсуждали это вот с Верой Оболонкиной, с остальными еще не успели, предложить крупным российским издательствам, таким как Афиша, которые доминируют в информационном поле, создать полноценную информационную поддержку всему российскому документальному, ну, всему российскому документальному кино, идущему, собственно говоря, в прокате, в отдельно взятый момент. И на самом деле было бы, наверное, правильно, какие мысли, может быть, так поступить? Может быть, какой-то сайт, допустим, как бы позиционировать его, что это там, где будет вся информация о всем, что идет в Москве, допустим, да? Здесь важно задействовать, на мой взгляд, извините, что перебиваю, Диана, важно задействовать ту новую аудиторию, так она должна специально на этот сайт приходить, уже будучи заинтересованной в документалистике. А если мы приходим на Афишу, условно говоря, то Афиша подтягивает к этому свою аудиторию. Я согласна, может быть, делать это несколько разными путями, то есть ни одно, ни то, либо другое, соединять просто две разные вещи. Для нас, например, как дистрибуторов международных, тоже будет облегчение знать, что в каком-то одном месте сидят как бы все, да? И вот если я хочу с кем-то пообщаться, я иду в это место, разговариваю там с этими людьми. В данный момент это какая-то разрозненная картина получается, то есть надо с каждой по отдельности это все выяснять. И второй момент, я немножко не о кинотеатре, хотела сказать, что у нас вообще в России отсутствует. Это телевизионная поддержка, то есть почему здесь не снимаются качественные фильмы, которые могут конкурировать с западными, просто телеканалы, они не дают денег, допустим, не выступают полноправными партнерами, как это происходит на Западе. И пока это не изменится, ничего, я думаю, кардинально здесь тоже не поменяется. То есть прекрасные инициативы 24Doc, но они же покупают уже готовые фильмы. Нет телеканалов, которые будут вкладываться, причем вкладываться не имея в виду платить 100% за фильм и подгонять его под свой профиль. Как полноправный партнер-со-продюсер, как это бывает, например, на арте на Западе. Яна, как мне кажется, здесь телевизионизация документального фильматографа уже и через год. То есть спросите еще больше, извини меня. Простите, я дам вам микрофон. Вы, пожалуйста, представьтесь и расскажите. Без проблем. Меня зовут Ира Коммансхаус. Я отборщик зарубежных фестивалей, в основном немецких. Я просто наблюдаю над российским документальным кинематографом с начала 90-х годов. И меня очень радует эта сплошная телевизионизация с прописанием, вот когда идет интервью, когда крупный план и так далее и тому подобное. Так я об этом, да. Я как раз об этом и радуюсь. Если еще пригласить телевидение финансировать в кавычках авторское кино, то я очень боюсь, что авторского ничего не будет. Нет, ну нужно же всегда искать золотую середину. Я же о том же самом говорю. То есть телевидение не то, что 100% хозяин будет заплатить абсолютно весь финансовый план, да. Это должно быть поровно, должно быть часть. Ну как это в Европе происходит, правильно? Проблема в том, что российский продюсер, какой-либо продюсер, он должен приносить свои собственные деньги из своей собственной страны. Посмотри на Влада Китковича с его проектами, да. Когда смотришь в финансовый план, что там? Там обычно частные деньги, либо вот его этнографический фонд и ни одного абсолютно телевизионного канала. Это вот реальность. Мы только что, я бы хотел, чтобы, может быть, Вере передать микрофон. Вера, может быть, ты расскажешь про Шеффилт? Нет, я просто не соглашусь по поводу того, что креативная документалистика в мире не финансируется каналами. Все самые главные проекты прежде всего стремятся, человек, который имеет очень большой успех кинотеатральный, они прежде всего стремятся заручиться поддержкой каналов. HBO? Зарубежных. Так мы говорим на западной, да, прозападной. Так что же телевидение? А русские каналы? А русские каналы? Ну окей, это вопрос времени, ситуация меняется. Смотрите, если мы посмотрим, какая ситуация была два года назад, вот даже я у нашему каналу полтора года. И я вижу, как за полтора года вообще все поменялось. А дальше будет меняться, я уверена, что ситуация будет дальше меняться, дай бог не будет экономического кризиса мирового. Тогда, в принципе, будет все и дальше развиваться в лучшую сторону. По поводу финансирования каналами, все-таки мы немножко забыли, что были такие фильмы, которые финансировал первый канал, потом выпускал в прокат, которые назывались «Вода», «Тайна любви», «Плесень» и так далее. Вот это вот некий продукт, который очень сложно отобразить и понять, что это. Но так или иначе, это софинансирование телевидения, и он имел деньги в прокате. А ты в курсе сборов этих проектов? Нет, я не знаю цифр, но я думаю, что лучше, чем у Косаковского. Вот два года назад я и Катя Гордеева, мы по заказу канала НТВ, снимали фильм документальный «Победить рак» трехсерийный. Мы очень долго придумывали, как мы это и кому мы это принесем. В итоге принесли Кулистикову, который долго думал, это генеральный директор канала НТВ, который долго думал, потом сказал, что да, это проект интересный, социальный, у каждого есть с этим личная история. Если вы готовы взять на себя организацию, продюсирование, создание, мы вам выделим финансирование. Казалось бы, вот оно, счастье. И мы вам выделим прайм-тайм, опять же, счастье вдвойне. Бюджет был 14 миллионов, из них 4 миллиона дал канал, 10 мы собрали сами. Наш фильм, мы этим гордимся, получил различные награды фестивальные. Когда мы показывали фильм на площадках, где что-то вроде открытого показа, мы показывали еще в ЦДХ, люди приходили, это было им интересно. Но вот я, например, с одной стороны продюсер, это мой фильм, с другой стороны я сейчас представляю площадку. Конечно, этот фильм для площадки, за деньги я, конечно, никогда не поставлю. Телевидение, вы поймите, каждый, конечно, хочет найти какого-то врага. Это очень удобно. Мы документалисты, у нас есть враг телевидения. У телевидения есть свои задачи, у него есть зрители. И вот тому зрителю, который смотрит сегодня телевидение, документальное кино не нужно. Ну, правда, это правда. Потому что то поколение, которое, или та аудитория, которая... Если мы говорим про федеральный канал, я не говорю про канал 24Док, да, мы... Если мы говорим про федеральные каналы, то они не заинтересованы не потому, что там люди такие плохие работают, и не потому, что... Ну, просто это для них выброшенные деньги. Их задача вложиться в то кино, которое они смогут показать на своем канале, которое соберет хороший рейтинг и хорошую долю. Вот и все. Коллеги, вот знаете, мне хотелось бы, чтобы у нас с вами еще был практический какой-то такой смысл сегодняшней встречи для каждого. Хотелось бы поделиться небольшим опытом. Значит, существует достаточно развитая индустрия, мировая, американская, европейская. Такой процесс, который называется питчинг. Вы сегодня, кто был с самого утра, видели, как это происходит. Когда на передних рядах сидят люди, принимающие решения, это представители каналов, есть режиссеры, представляющие свои собственные проекты. Это реальная возможность профинансировать свой независимый проект. Поэтому я, как уже в данном случае представитель гильдии, хотел бы призвать каждого из вас, из независимых режиссеров, продюсеров и так далее, активно идти на международные рынки, на международные питчинги, вписывать туда свои проекты, получать этот опыт. В конечном итоге 300 евро на то, чтобы поехать купить билет туда-обратно, и 200 евро, которые потратить на гостиницу в течение там трех дней, или там 150, вполне можно потратить за то, чтобы получить реальный шанс профинансировать свой независимый проект. Это очень важно. И еще очень важно, что пока мы не начнем это делать там, пока не начнут возникать реальные классные проекты, которые здесь будут видеть те же самые теленачальники, ситуацию будут изменить очень сложно. Пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста. Погромче просто. Да, хорошо. Микрофон, как Никит сейчас сказал, к нам на Миндок, раз в году проходит камня в апреле месяце. Продавали свои проекты, чужие проекты, которые брали на институте, зарабатывали деньги, участвовали в питчингу, и снимали новое кино. Насколько разница между кино и телевидением здесь случала, здесь, наверное, и не важно. То есть, если это хороший контент, это хороший контент, его можно и нужно продавать, его однозначно предупреждать. Это тысячи файеров со всего мира, которые ищут хороший документальный контент. Если у вас он есть, они про него не знают, никто никогда его не купит. На вопрос, что делать и кто виноват, может быть, стоит подумать о том, чтобы не прыгать в хвост уходящего поезда, но запрыгнуть в головной вагон. О чем я говорю? Значит, в Америке, например, что касается игрового кино, уже очень часто, когда фильмы выходят сначала на VOD, а потом в прокат, может быть, не упираться в этот кинотеатральный прокат с безумными дорогущими инструментами. Послушайте, вторая сторона нашего бизнеса – это VOD-кинотеатр megogo.net. Работает еще на 15 стран. Уникальных пользователей в день полтора миллиона. В день. Это чей бизнес? Ну, компания ТОП-фильм, мы занимаемся непосредственно закупкой контента. Так вот, мы приходим к производителям… Назови, пожалуйста, еще раз название сервиса. Megogo.net. Это огромный VOD-сервис. Когда мы приходим к продюсеру и говорим, слушайте, у вас классное кино, давайте вот мы к нам на VOD, да? Говорит, да, отлично, 100 тысяч евро. Мы говорим, послушайте, ну, имейте совесть, да? Это цена неподъемная сейчас. Но, с другой стороны, если мы, там, будем вменяемо относиться к стоимости прав, да, то это гораздо лучше и уж, поверьте, дешевле, если сказать для вас бесплатный инструмент, как донести то, что вы сделали до зрителя, гораздо более массово. Если из полутора миллионов человек, зашедшего сегодня на сайт, хотя бы, там, 10 процентов – это очень много для документального фильма, 1 процент – это уже будет гораздо больше, чем те 15 тысяч рублей, которые вы, к сожалению, собрали, да? Ну, это правда, потому что вы потратились еще на создание, на авторинг, на мастеринг, на логистику, на рекламу. Может быть, подумать о том, чтобы пойти таким путем? Может быть, перестать жить в прошлом веке прокатой, мучить себя и кинотеатры, уговаривая их пойти и оставить? Конечно, клубная система, она очень важна и нужна, и это правильно, это все, что отказаться от музеев, этого делать нельзя, да? Но, может быть, немножко сместить акценты, потому что, очевидно, совершенно в ближайшее время маркетинговые инструменты в этой стране дешевле не станут, люди у руля телеканалов останутся теми же далекими от телевидения, и это люди, которые там думают не о качестве картины, которая принесет им долю, а о доле, которую можно получить с помощью того или иного продукта, да? Я надеюсь, все понимают разницу, да? То есть Дом-2 дает офигенную долю, и Каникулы в Мексике отличную долю дают, но цена вопроса, да? Поэтому это как вариант, если работать с какой-то крупной площадкой, будь то афиша или кинопоиск, и соединить эти усилия, работать по рекламной модели, не упираться рогом в минимальную гарантию, завышенную за свой контент, и реально относиться к тому методу донесения картины до зрителей. Но тут стоит вопрос, который я всегда задаю независимым продюсерам. Вы сделали фильм, чтобы заработать деньги, или вы сделали фильм, чтобы открыть проблему? Потому что ответ на этот вопрос, он, соответственно, отвечает на многие другие. Я хотел бы, чтобы сейчас произошло то, что обычно в России происходит само, а сегодня я хотел бы, чтобы это произошло не само. Вот сидит 50 или 60 человек в зале, а вот сидят люди, которые, по большому счету, отчасти принимают решения по тем или иным вопросам в сфере документалистики в стране. Обычно это кто-то кого-то ловит и так далее. А в других странах есть замечательное слово «socializing», networking. Вот давайте сейчас это сделаем. Это значит, что в течение какого-то времени наши участники будут доступны вот в том зале в течение 10-15 минут, я надеюсь, что это будет. Пожалуйста, знакомьтесь, обсуждайте текущие проекты, ищите пути для взаимодействий. Всем спасибо.